С начала украинского вторжения в Курскую область главным российским комментатором этого кризиса стал командир чеченского спецназа Ахмат Абтия Лаудинов. Самым противоречивым, пожалуй, его заявлением стал призыв к солдатам-срочникам и их семьям смириться с судьбой и, если придется, погибнуть, защищая Курскую область. При этом, пока Лаудинов говорил, что ситуация в регионе под контролем российской армии, ВСУ успели нанести ей болезненный удар и закрепились на сотнях квадратных километров международно признанной российской территории. Так кто такой Абтия Лаудинов? Как он оказался главным российским спикером по ситуации в Курской области? И что его пример говорит о том, как власти страны отреагировали на украинское вторжение? Все эти вопросы я задам корреспонденту Русской службы Би-Би-Си Инье Барабанову. Мы вынуждены оговориться, что власти России включили ее в реестр иностранных агентов. Би-Би-Си категорически возражает против этого решения и продолжает оспаривать его в суде. Инье, привет. Да, привет, Сева. Прежде чем мы начнем, короткая просьба к вам, уважаемые слушатели. Если вы сейчас на ютюбе, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал Русской службы Би-Би-Си, так больше людей получат доступ к непредвзятой информации. Спасибо. Инье, сразу хочу поговорить про самое громкое, на мой взгляд, заявление Алаудинова «Отповеди семьям солдат-срочников». Что он сказал и почему вообще по этому поводу выступил? Сказал он, если коротко, следующее, что кому, значит, не суждено, тот не погибнет. А если ты погиб в боях за родину, то ты попадешь в рай. И вообще не надо 18-летних пацанов предоставлять какими-то детьми. Это взрослые мужчины, которые должны сражаться за свою страну. Поэтому все эти переживания родителей-срочников, что вот, значит, они почему-то участвуют в боевых действиях, это полная ерунда. Срочники такие же военные, как и какие-нибудь контрактники или добровольцы или спецназовцы. И поэтому пускай они держат рубежи родины в Курской области. Задается огромное количество вопросов. Почему срочники оказались на границе? Но если они являются срочниками и находятся в Министерстве обороны Российской Федерации? Вот сегодня ситуация, когда враг находится на территории Российской Федерации. Я вам задаю вопрос. Они что, когда на них идет противник, не должны воевать? Да, они сразу должны поднять руки и сдаться в плен? Вы так думаете? Нет, я так не думаю. Тут сразу возникает вопрос. Почему вообще Алаудинов говорит про Курскую область? Мы помним, что в начальной войне, например, был генерал Коношенков, который превратился для определенной части интернета в мем. Но при всем, при том, что его победные реляции часто очевидны несоответственной действительности, было понятно, что это пресс-секретарь военного ведомства, который каждый день заявляет о том, что взято, уничтожено и освобождено, беру это слово в кавычки, такое-то количество людей, территории, танков, техники и прочее, и прочее. Алаудинов как оказался в этой картине? Ну, на самом деле, Коношенков никуда не делся. И вот сегодня пятница, я думаю, появится очередная еженедельная сводка от Министерства обороны. Алаудинов появился в этой истории таким образом, что когда соединения ВСУ пересекли границу и начали продвигаться вглубь Курской области, вдруг выяснилось, что эту самую границу должны были защищать те самые отряды, чеченские отряды Ахмат, командиром которых и является генерал-майор Абти Алаудинов. Генерал Алаудинов объяснил, что ВСУшники умудрились как-то пройти между позициями Ахмата, и что Ахмат, значит, где стоял, там и стоит, и позиции держит, а просто вот украинские военнослужащие как-то умудрились хитро пройти вот на тех участках границы, где Ахматовцев не было. И, собственно, с первого дня, с 6 августа, с первого дня этого кризиса, он каждый день порождает новые мемы про то, что ситуация не критическая, ситуация под контролем, враг будет разбит, и это вот длится день за днем, так что из этого уже там все это превращается в какой-то большой комикс. У меня, когда я, готовясь к нашему подкасту, смотрел видеообращение Алаудинова в его Тинограм-канале, возникли ассоциации с заявлениями, которые в первые дни войны делал Алексей Арестович. Насколько это корректное сравнение для тех, кто, может быть, никогда не слышал, что говорит Алаудин? Нет, ну, наверное, да, какие-то такие параллели можно провести, потому что Апти Аронович, он вот буквально каждый божий день рассказывает о том, как его бойцы всех побеждают, все захватывают, все там уничтожают бронетехнику, сотни, если не тысячи военнослужащих противника. При этом каждый день на карте мы видели, как, значит, продолжается продвижение ВСУ, как все новые населенные пункты берутся под их контроль. Мы видим тот кризис, который сейчас сложился в соседнем суджанским районном Глушковском районном, где перебиты три моста через реку Сейма, мы до конца не понимаем, там, сколько сотен, либо тысяч российских военнослужащих оказались, по большому счету, в таком полуокружении, и котле, и не могут оттуда выбраться. При этом Аллаудинов, да, в ежедневном режиме продолжает всех побеждать. Как вообще складывалась жизнь и карьера Аллаудинова до войны? Повторюсь, возможно, до начала украинского вторжения в Курскую область люди вообще не слышали о нем. Ну, на самом деле, это не самый типичный представитель окружения Рамзана Кадырова. Начнем с этого, потому что Аллаудинов, он родом вообще из Ставропольского края, в Чечне он уже получал высшее образование и с самого начала принимал участие во второй чеченской кампании на стороне федеральных войск, чего нельзя сказать там про какого-нибудь Адама Делимханова или там каких-то еще близких людей к Кадырову, которые изначально воевали на стороне боевиков, а только потом перешли на сторону Ахмад Хаджи Кадырова. Аллаудинов начинал свою карьеру вообще в Министерстве юстиции, затем перешел в МВД, стал в какой-то момент самым молодым генералом полиции в Российской Федерации, был заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики долгие годы. При нем в Чечне начали практиковать, мягко говоря, сомнительные разного рода практики, как то подбрасывание наркотиков, например, политическим оппонентам Рамзана Кадырова, пытки в отношении оппонентов Рамзана Кадырова. Господин Аллаудинов, не стесняясь, рассказывал обо всех этих практиках в эфире чеченского местного республиканского телевидения. Да, насколько я помню, в 2013 году он заявил, что будет сам бороться с врагами Кадырова и призывает поступать также своих подчиненных любыми методами, вплоть до подбрасывания наркотиков. Это зафиксированное публичное заявление высокопоставленного чеченского силовика. Да-да-да, вплоть до того, что его до сих пор можно найти на Ютьюбе, никто ничего не удалял, что называется, все пруфы есть, и мы помним те уголовные дела, которые появлялись в Чеченской республике в то время, там, против правозащитника мемориала Аюба Титиева, против журналистов Кавказского узла, признанного в России иностранным агентом, против разного рода правозащитников, поэтому это была вполне себе такая практика. Другое дело, что в Чечне в то время к такому дискурсу, скажем так, были все относительно привычны, а когда сейчас Аптиаронович начинает все это нести уже на федеральном ТВ, значит, на всю Российскую Федерацию, то вот тут у меня лично возникают большие сомнения, как, значит, эти тейки будут восприняты населением большой России. Я так понимаю, что у Алаудинова довольно сложная и драматическая история взаимоотношений с Кадыровым, потому что, прежде всего, его старшие родственники, отец, дядя и брат, погибли во время Первой Чеченской войны, воюя против сепаратистов, на стороне которых был отец Рамзана Кадырова. А в 2019 году так и вовсе Алаудинов попал в опалу. Да, это была громкая история про якобы некий заговор против Рамзана Кадырова, который был сформирован в Чеченской республике. Его жертвами стало энное количество чиновников и силовиков. В том числе в опалу попал и Апти Алаудинов, который был отстранен фактически от должности. Его долго не увольняли, поскольку увольнение – это должно быть решение Москвы, федерального центра. Но он фактически перестал появляться на работе, уехал в Москву, как он сам рассказывал, жил мирной жизнью и, в общем, к какой-то активной деятельности вернулся после начала российского вторжения. То есть буквально у него такой перезапуск произошел, Апти Алаудинов вновь стал востребован и отправился уже на восток Украины, как человек, который с начала войны начал формировать эти отряды «Ахмат». Если ты помнишь, в 1922 году в Гудермесе на базе университета спецназа развернули активную вербовку добровольцев, не только чеченцев, со всех российских регионов, и, собственно, вот этой деятельностью начал заниматься, как пишет Рамзан Кадыров, дорогой брат Апти Аронович, и занимается ей до сих пор. Да, давай остановимся на этом немного подробнее. У меня первый вопрос. Если по состоянию на 2019-2021 год Алаудинов находился в Апане и, по собственным словам, был военным пенсионером, то почему с началом войны он смог вернуться в Чечню, и почему Кадыров его направил на такой ответственный участок работы? Ну, на самом деле, если ты вспомнишь, то в 1922 году все-таки таким главным чеченским спикером по теме войны был депутат Госдумы Адам Делимханов. Алаудинову в тот момент доверили вот эту работу по формированию этих добровольческих отрядов, но в тот момент он не был так спикером номер один, скажем так. Потом произошла некоторая замена. Насколько мы можем судить, видимо, в Кремле есть некоторая заинтересованность в том, чтобы там некие чеченцы были на виду, и желательно, чтобы это люди были люди не прямо из ближайшего окружения Кадырова. Поэтому постепенно вес политический, в том числе и военный вес Алаудинова, рос-рос-рос и дорос до того, что вот сейчас, когда в Курской области объявлен режим контртуристической операции, а мы с тобой знаем, опять-таки же, по примеру второй Чечни, что когда где-то объявляется режим КТО, это означает, что первую скрипку начинают играть даже не военные, а чекисты. ФСБ управляет этой ситуацией. ФСБ, как мы знаем, очень не любит появляться где-то в паблике вообще о чем-то говорить. И получилось так, что вот есть некий вакуум, а кому-то надо, значит, выступать от лица власти. И оказалось, что вот по теме Курска, кроме Алаудинова, то выступать, в общем, и некому. Потому что там Канашенков с своими военными сводками, он все-таки освещает ситуацию в зоне СВО. А тут у нас получилась еще дополнительная зона КТО, в которой как бы никакого своего спикера нет. И вот каким-то таким вот неожиданным, удивительным, органическим образом выяснилось, что единственный спикер по теме КТО, который есть у российской власти, это чеченский генерал-майор Алаудинов. Слушай, я тоже сегодня, когда смотрел, какой информационный фон вокруг Алаудинова, обратил внимание, что он любимец военкоров, так называемых. Вот буквально на днях появился небольшой репортаж известного военкора Сладкова, значит, про то, как Алаудинов с фронта заехал в Курск, и там, значит, успокаивает местное население. Ну, в общем, такая лубочная картинка генерала, которая заботится не только о войне, но и о его мирной жизни. Но я тебя хочу попросить описать его боевой путь, и что в этом боевом пути сделало его таким популярным вот в этой зет-среде. Ну, на самом деле, я бы не говорил о его популярности в зет-среде, я скорее бы говорил о том, что и Рамзан Кадыров, и Аптия Алаудинов, они очень любят пиар, и не упускают ни малейшей возможности каким-то образом о себе напомнить, попиариться, показать, какие они крутые. Там в свое время чеченское руководство, если помнишь, активно пиарилось на том, как они вывозили каких-то несчастных граждан, которые застряли в Сирии на территориях подконтрольных ИГИУ. Да, тут мы должны оговориться, что исламское государство признано в России и многих других странах мира террористической организацией, и деятельность ее запрещена. Да, кого-то они спасают в Ливии. В 1922 году они начали создавать вот эти свои, значит, потешные тик-ток войска, которые большинству граждан запомнились не участием в реальных боевых действиях, а тем, что они активно снимали видео о своих победах. Я тебя сразу хочу вот про эти потешные, как ты сказал, войска спросить чуть-чуть подробнее. Ты уже упомянул, он занимался в начале войны рекрутингом, и я так понимаю, что этих подразделений, в названии которых есть слово «Ахмат», формируемых в Чечне, их довольно много, и все они в разной степени участвуют в боевых действиях. Можешь чуть-чуть подробнее об этом рассказать и о том, кто там служит? Да, конечно, смотри. В Чечне есть, во-первых, как бы личная гвардия Рамзана Кадырова, собственно, то, что называется «Ахматом». И это те подразделения, которые там периодически, значит, маршируют в Грозном, выстраиваются под камеры. А Рамзан Кадыров рассказывает Владимиру Путину, что у него есть десятки тысяч бойцов в резерве, которые он, если что, введет в бой. Но вот два с половиной года идет война, и Рамзан Ахматович не вводит своих бойцов в бой. Он на всякий случай, значит, свою личную гвардию бережет. Она там ходит по грозненским стадионам, но на передовой не оказывается. Иногда снимает какие-то тикток-ролики. Есть отряды Росгвардии «Ахмат», которые начали с начала войны формироваться на базе вот этого университета спецназа в Гудермесе. Где, кстати, буквально на днях побывал Путин. Правда, Алаудинова на видео я не заметил. Ну, потому что Алаудинов был в Курской области, да. Эти отряды формируются из обычных российских добровольцев со всех российских регионов, кто туда соглашается приехать. И эти отряды действительно принимают какое-то участие в том, что в России называют специальной военной операцией. Опять-таки же, в чем есть ужасное внутреннее противоречие в этой системе? Отряды «Ахмат», командиром которых является Абте Алаудинов... Спецназ «Ахмат», так называемый. Спецназ «Ахмат», так называемый, да. Они входят в систему Росгвардии. Это отдельное ведомство. При этом Абте Алаудинов является одним из главных, значит, политруков. Он замначальника по военно-политической работе Министерства обороны. Это другое ведомство. Получается, что армейский генерал командует отрядами Росгвардии. Вообще-то это нонсенс. Но вот в России так получилось, что сложилась такая немного дикая система. Вот недавно Алаудинов комментировал тоже информацию о том, что несколько бойцов «Ахмата» попали в плен. И он говорил о том, что есть у нас полк «Ахмат», и вот там служат какие-то там добровольцы, значит. А есть у нас спецназ «Ахмат». И вот там служит условная элита. И вот из спецназа «Ахмат» в плен никого не попадает. А попали в плен обычные мужики, а не «Рэмба». Ну, слушай, на самом деле этих «Ахматов» за два с половиной года войны располагилось огромное количество. Там говорят «Ахмат-центр», «Ахмат-север», «Ахмат-не пойми чего». Главное, что надо знать об этой ситуации, что действительно из каких-то там элитных кадыровских гвардейцев никто в плен не попал по той исключительно причине, что кадыров этих людей бережет и дальше Чечни их никуда не отправляет. Мы помним, как год назад, в день Пригожинского мятежа, «Ахмат» там тоже, значит, собирался колоннами в Грозном, собирался ехать в Ростов-на-Дону останавливать мятеж. Но как-то вот они между Грозным и Ростовом-на-Дону потерялись на полпути, никуда не доехали. Потом все тот же Абтиаронович рассказывал телеканалу «Россия-1», что якобы, значит, его подчиненные были там буквально в 500 метрах от вагнеровцев, но не стали, значит, вступать с ними в боестолкновение. Поэтому вот этот чеченский, там, кадыровский спецназ – это отдельно. А люди, которые находятся на передовой, которые принимают участие в боевых действиях, которые в том числе гибнут и попадают в плен на территории Курской области – это, да, это немножко отдельная история. Раз уж ты упомянул про Пригожинский мятеж, хочу вот еще про что спросить. Сразу после него, ну, точнее, вскоре, говорилось о том, что в некие подразделения «Ахмат», насколько я понимаю, как раз непосредственно под командованием Аллаудинова, три тысячи вагнеровцев бывших пошли служить. И еще в связи с «Ахматом» упоминается подконтрольно им подразделение военспецов, которое называется «Аида». Это правда какие-то боеспособные группы, за счет которых действительно обеспечиваются и боевые действия «Ахмата», и его популярность? То есть это те люди, которые дают повод на пиар Кадырова и Аллаудинова. Ну, смотри, опять же, если мы возвращаемся к Пригожину, сегодня, кстати, между прочим, ровно годовщина с его гибели. Да, мы записываем этот подкаст 23 августа, в пятницу. Да, в этот день, год назад, самолет Пригожина, с ним что-то случилось в небе над Тверской областью, как рассказал Владимир Путин, они, видимо, там, не знаю, сами себя гранатами закидали в небе. Вскоре после этого, действительно, Кадыров с Аллаудиновым развили бурную деятельность, пытаясь присвоить себе наследие Вагнера, в ноябре прошлого года они впервые заявили о том, что якобы некие там сотни вагнеровцев перешли на службу в Ахмат. Тогда все, мягко говоря, удивились этим заявлением, потому что никаких сотен там не было. Затем, в марте уже этого года, им действительно удалось переманить свои ряды одного из самых известных вагнеровских командиров, господина Кузнецова, известного под позывным Ратибору. И, действительно, после этого какие-то люди, судя по всему, там под Ратибору пошли в Ахмат служить. То есть, честно говоря, вот до этого Курского кризиса ни про какую Аиду мы не слышали. Это вот некое новое явление, которое вот сейчас появилось. Говорят, что якобы их перебросили в Курской области, что они там сейчас проявят, значит, какие-то чудеса... Военного искусства. Военного, да, искусства. Но вот тут я бы не стал раньше времени все это комментировать. Надо посмотреть, что там будет происходить и как это соединение действительно себя проявит. Я так понимаю, что вообще и у Кадырова, и у Алаудинова были довольно сложные отношения с Пригожиным. И более того, что даже была история с каким-то загадочным отравнением Алаудинова. Ну, нет, с Пригожиным это все-таки до конца не связано. Они там сначала дружили, потом они ругались. Мы помним, что Евгений Викторович был человеком сложным и периодически вступал в конфликты с самыми разными людьми от Кадырова до генерального штаба. Действительно, в феврале прошлого года Рамзан Кадыров заявил о том, что, значит, Алаудинову пришло некое отравленное письмо, что его попытались отравить. Алаудинов угодил тогда на несколько недель в госпиталь. И, кстати, в госпитале его навещал как раз, наоборот, Пригожин. Пригожин тогда подарил Алаудинову вот эту кувалду, которая стала в какой-то момент символом ЧВК Вагнер. В связи с зафиксированными на видео внесудебной казнью убийством одного из бывших вагнерцев. Да. Бывшего заключенного Евгения Нужина, который попал в украинский плен, был оттуда выменен и показательно казнен Пригожинскими наемниками с помощью этой кувалды. После чего Пригожин начал ударить кувалды направо и налево, там, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, Алаудинову. Все это, конечно, такая варваризация политической и общественной жизни в России. Да, прости, но вернемся к отравлению. Отравление – это был вот сюжет, из-за которого Алаудинов выпал примерно на месяц в конце зимы прошлого года из-за новостной повестки, после чего, в общем, вполне успешно в нее вернулся. Смотри, ты описываешь историю, в которой Алаудинов, я сейчас несколько упрощу, попавший в опалу 48-летний военный пенсионер, переживает потрясающий карьерный взлет, возвращается в активную политическую и военную деятельность, обретает какое-то количество поклонников, получает некоторые публичные и военные ресурсы, как ты сказал, рычаги управления вот этим подразделением. Как это вообще стало возможно? И это его собственная заслуга, это результат протекции Кадырова, и на это сочетание каких-то других факторов? Нет, ну, несомненно, на начальном этапе Абти Алаудинов, конечно, пользовался большой поддержкой Кадырова. Кадыров там регулярно его обнимал, встречал, писал про своего дорогого брата, который, значит, там бьется на фронте и достигает больших успехов. Но постепенно, да, Алаудинов становится, конечно, фигурой федерального масштаба, вплоть до того, что наши коллеги из «Новой газеты», там, со ссылкой на свои источники, предполагают, что в Кремле, в Москве начинают рассматривать генерала Алаудинова как возможного преемника Рамзана Кадырова, если с ним что-то случится. Да, плюс, что надо понимать про популярность Алаудинова. Ты там уже упоминал, например, генералу Коношенкова, который выдает какие-то довольно там дикие косноязычные сводки. И мы видим, что у Российской Федерации в этой войне есть вообще большой дефицит спикеров, которые могут что-то на грамотном русском языке говорить о происходящем на фронте. Собственно, в связи с этим мы видим взрывной рост популярности разного рода военкоров и блогеров, потому что, ну, происходит большая беда, а люди не понимают, а что, собственно говоря, творится. И тут появляется вот этот Аптиарон Чарлаудинов, который из всего, в общем, чеченского руководства, вспомни, там, как выражается сам Кадыров, который с трудом говорит на русском, перемежая все словом там «дон-дон», как, мягко говоря, не идеально владеет русским языком Адам Делимханов, я уж там не говорю про Даудова, известного под позывным «Лорд», тут неожиданно появляется вот этот офицер, который, в общем, на каком-то грамотном русском языке пытается как-то успокаивать население, успокаивать аудиторию, рассказывает о том, что, значит, ну да, сейчас, может быть, трудновато, но ситуация вот-вот будет взята под контроль. В этом, как мне кажется, собственно, секрет взрывной популярности Аллаудинова. За неимением других спикеров российские чекисты не говорят, российские военные не умеют говорить, либо им запрещают говорить. А тут нашелся спикер от Кадырова, который, значит, человеческим языком объясняет, значит, что происходит на фронте. Таким же человеком, наверное, был бывший командир «Востока» Александр Ходоковский, но несколько дней назад мы видели, как ему просто в приказном порядке сказали, что, типа, надо все-таки заткнуться и перестать объяснять населению, что происходит, потому что, объяснял он как-то все очень довольно пессимистично и грустно. А Аллаудинов объясняет все очень так победно, у него, что бы ни происходило, он там, он всех громит. И оказалось, что вот человек с таким развитым речевым аппаратом очень востребован в нынешней кризисной ситуации. И получается, что это устраивает всех. И Рамзана Кадырова, которого, значит, он регулярно восхваляет и Министерство обороны, которое получает какое-то удобоваримое представительство в интернете. И, вероятно, там, Росгвардию и ФСБ. Ну, видимо, да. Другое дело, что, конечно, надо его высказываниями в какой-то момент начинают смеяться, потому что мы же видим, как ведется информационная война там. Вот заходят бойцы ВСУ в Курскую область. Туман войны, никто ничего не говорит. Что происходит, непонятно. Что они контролируют, непонятно. Все выжидают. Выходит Абтиарон Чалаудинов. Говорит, ну, с Суджей все в порядке. Она под контролем, значит, российских войск. В СУ Суджи не захватили. И буквально через час ВСУ выкатывают просто сюжет на телевидении, где даже там не какой-нибудь военкор Бутусов или Цеплиенко ходят по центру этой Суджи, а ходит там какая-то девушка, значит, с микрофоном, которая там не какая-то известная военкор, девушка-журналистка, которая спокойно ходит по центру Суджи снимает на видео, как там, значит, срывают российские флаги. И мы понимаем, что на самом деле Суджи, конечно, там целиком контролируется армией Украины. Да, возможно, для нас с тобой и для какого-то конечного людей в интернете некоторые, оказывающиеся на поверку неправды из заявления Алаудинова, звучат забавно. Но когда я говорил о том, что он устраивает самых разных силовиков, нужно же помнить, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Ну, естественно. А потом мы же понимаем, что самое главное ценится в российской вертикали власти. Во-первых, стопроцентная максимальная лояльность, а во-вторых, умение строить вот эти потемкинские вечные деревни, что все хорошо и все прекрасно. Такие люди при Владимире Путине, собственно, и делают стремительные карьеры там и в Думе, и в правительстве, и в армии, и в Росгвардии, и вообще где угодно. Хорошо. С этим все понятно. Ты вот уже сказал о том, что новая газета «Европа», мы вынуждены оговориться, что она признана нежелательной организацией, считает Аллаудинова одним из возможных преемников Кадырова, если допустить, что Кадыров действительно тяжелобонен, и ему недолго осталось. Ну, это допущение новой газеты «Европа», подчеркну. Насколько ты считаешь эту информацию заслуживающей доверия? Ну, опять-таки же, мы живем в условиях военного времени, когда все стремительно меняется. Мы помним, что там еще, наверное, лет 10 назад господин Кадыров, как-то раз там комментирую какое-то будущее, говоря о том, что если с ним что-то произойдет, то его наследником будет депутат Госдумы Адам Делимханов. Но, наверное, Кремль подыскивает какие-то кандидатуры, каких-то там чеченцев, которые, может быть, не входят в ближний круг Кадырова, и потенциально рассматривают их на будущее. Ну, другое дело, что, несмотря на многочисленные слухи, Рамзан Ахматович, он то выглядит плохо, то вот сейчас опять выглядит вроде бы недурно, принимая это Владимира Вадимовича Путина, и, в общем, пока здравствует. Поэтому это такое дело все-таки отдаленной перспективы. Ну, то есть серьезно сейчас рассуждать о том, почему Алла Удинов, зачем Алла Удинов, когда Алла Удинов и что будет делать Алла Удинов, если не имеет смысла пока, на твой взгляд. Ну, смотри, сейчас Алла Удинов переживает очевидный такой карьерный взлет, пик популярности. Но война, это такая штука же очень... Непредсказуемая? Непредсказуемая, да. Вспомни, как в 1922 году вся российская пропаганда носилась с генералом Армагеддоном Сергеем Суровикиным. Тот же Алла Удинов тогда, значит, кричал, что Суровикин — это новый суворов русской армии. Тут нужно напомнить, что прозвище Армагеддон Суровикин получил в определенных кругах из-за авиаударов, ракетных ударов, которые наносились, когда он группировкой в Сирии командовал, если я не ошибаюсь. Да-да, все верно. В итоге непростые решения по Херсону, который принял генерал Суровикин на отступление российской армии с правобережья Днепра. Не до конца понятная позиция во время Пригожинского мятежа. И его связи с Пригожиным еще как раз со времен сирийской кампании. И где теперь генерал Армагеддон, значит, с которым вся российская пропаганда носилась? Ну, где-то он с тех пор один раз всплыл в Алжире, и больше, в общем, мы про Сергея Суровикина ничего не знаем и не слышим. Ну, это уже не говоря о самом Пригожине, который... Который был звездой этой войны, а в итоге лежит на Парховском кладбище Санкт-Петербурга. В связи с этим довольно мрачно будет звучать мой последний вопрос. Если не руководство Чечней, какие еще есть возможные сценарии развития карьеры и жизни Апти Алаудинова? Ну, смотри, мы сейчас не можем ничей карьерный путь прогнозировать, потому что мы не знаем, как, когда закончится эта война. А в случае с господином Малаудиновым я бы даже конкретизировал, что нам надо понять, в какие сроки и в каких рамках закончится Курский кризис. Потому что там Апти Аронович с главой генштаба Герасимовом обещают всех разгромить и выйти на госграницу. Но пока вместо выхода на госграницу мы видим довольно серьезный новый кризис, который там происходит уже рядом с Суджей, в соседнем Глушковском районе. И там, по данным наших западных коллег, там до трех тысяч, по-моему, российских военнослужащих может оказаться в полиду при неблагоприятном для российской армии развитии событий. Поэтому сейчас ситуация меняется слишком динамично. И если Курский кризис не будет каким-то образом купирован, то, возможно, это может стоить Алаудиновую карьеру. Мы абсолютно не можем тут ничего предсказывать. Ну, то есть в конечном счете наличие тенеграм-канала хорошо подвешенного языка и красивой улыбки с занехватски задранным на бекрень беретом, даже в современной России, это еще не стопроцентная гарантия успеха. Нет, это точно не гарантия успеха. Более того, я бы скорее сказал наоборот. За время этой войны мы как раз видели уже энное количество случаев, когда человек сначала стремительно взлетал, обретая популярность, а потом с ним что-то происходило. Мы там с тобой уже упомянули Пригожина, мы с тобой упомянули Суровикина, можно вспомнить, прости господи, там Кирилла Старимаусова из Херсонской области. Такого рода стремительная популярность очень часто для разного рода военных спикеров заканчивается фатально. Спасибо большое, Инья. Я беседовал с корреспондентом русской службы Би-Би-Си Иньой Барабановым. Он написал в соавторстве с моей коллегой Ольгой Просвировой текст «Как Аптия Лаудинов стал голосом кремня в курском кризисе». Его можно найти на сайте русской службы Би-Би-Си. Ссылку на этот материал мы разместим в описании подкаста. Пожалуйста, слушайте нас не только на сайте, но и в Тенеграме, на Ютубе и на многочисленных подкаст-платформах. Где бы вы нас не слушали, ставьте лайки, звездочки, подписывайтесь и делитесь с эпизодами, которые вам понравились, с друзьями. Меня зовут Сева Бойко. Новый выпуск «Что это было?» в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин